Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу, и сегодня мы с вами пришли для того, чтобы создать топ скин без робокса. Приветки! Это необычный выпуск, потому что сегодня у нас косплей аниме, можно сказать, многие анимешники сейчас просто-напросто завизжат. Ведь, ребята, сегодня мы делаем косплей на Джотаро, правда, бюджетный свой вариант, но всё-таки он имеет место быть и смотрится очень симпатично только из-за своей кофты, которую сегодня мы сможем создать абсолютно бесплатно, без робоксов, без каких-то там, короче говоря, не знаю, что там нужно, группа, по-моему, и чуть 10 робоксов, чтобы создать сейчас вещь, нужно. Без этого всего и без премиума мы сегодня создадим свою футболку и наденем её на нашего Джотаро. Поэтому, ребятки, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, а мы начинаем создание нашего бесплатного скина Джотаро, без робоксов. Ну и, в принципе, погнали. Итак, ребятки, приступаем к созданию нашего скина. Что нам сегодня понадобится? Первым делом нажимаем на раздел Charakter, здесь нажимаем на кнопочку по части, то есть все куплены, спускаемся немного ниже и выбираем Роблокс Бой, ребятки, вот как выглядит эта заготовка. Теперь заходим в раздел, который называется. Смотрите, следующим образом заходите в раздел Бадди, здесь нажимаете на кнопочку Head и выбираете голову, которая называется Man Head. Вот как она выглядит, ребята, с такими вот выраженными скулами и, можно сказать, подкачанный такой вот мужичок. Теперь, ребятки, наш Джотаро, конечно же, высокий, нужно отредактировать его рост. Это можно сделать в разделе Бадди, здесь заходите в раздел Scale и можно немного поправить его характеристики, а именно рост и сделать его намного выше, чем нам нужно. Ну, в принципе, мы еще выше сделаем через телефон, не знаю, через компьютер, как это делается, а вот через телефон я спокойно сейчас настрою скин и приду к вам уже с настроенным скином Джотаро. Итак, ребята, я все настроила вот такого. Теперь у нас высокий скин, так как вы знаете, Джотаро очень высокий чувак, вроде бы его рост 196 сантиметров. Точно не помню, Джоджу смотрела очень давно. Это было еще два года назад. Короче, ребятки, смотрите, мы прямо сейчас начинаем надевать нашего Джотаро, заходите в раздел, который называется Closing. Здесь заходите в раздел Shits и выбираете, конечно же, следующие футболочки. А именно, нам понадобится Rublox Jacket, самая классическая кохта, а также нам понадобятся, ребятки, пент, штаны, которые, ребятки, называются Black Jeans with White Shoes. Здесь вы уже выбираете сами, либо Black Jeans with White Shoes, либо, как я вам советую, лучше всего выбрать, это Dark Green Jeans. Вот как они выглядят, это зеленые темные джинсы. Теперь, ребята, заходите в раздел Closing, здесь заходите в раздел, который называется T-Shits и надеваете футболку, которую мы сделаем немного спозже. Я вам объясню, как она делается. Вы ее надеваете и она выглядит подобным образом, ребятки. Вот что у нас с вами автоматически сразу получается, если мы только надеваем три вещи, уже похоже на Джотаро. Теперь, ребята, нам с вами понадобится надеть его волосы, кепку и, конечно же, выбрать лицо. С лицом все намного попроще, вы заходите в раздел Body, здесь заходите в раздел Face и надеваете лицо, которое называется Chill, ребята. Оно единственное из бесплатных, которое подходит нашему скину. Потому что наш Джотаро всегда спокойный, серьезный чувак и, в принципе, ему, ну, типа, все преграды нипочем. Теперь, ребята, мы заходим в раздел, который называется A-Cathuris. Здесь, ребятки, нажимаем на кнопочку Head и надеваем шляпу нашего Джотаро. А в данном случае лучше всего подходит, на самом деле, кепка, которая называется Jurassic World Cap, ребята. Вы можете выбрать ее или Roblox Cap, но я выбираю ее обычно, потому что она смотрится симпатично и идеально подходит к этой голове. Теперь, ребята, заходите в раздел Closing. И так, как вы знаете, у Джотаро соединены, получается, прическа и, конечно же, его получается, как сказать, кепка. Мы сейчас точно так же сделаем подобным образом. Заходим в раздел Body, здесь заходим в раздел, который называется Волосы и надеваем волосы, которые называются Hey. Их мы тоже получим абсолютно бесплатно, тоже покажу как. Ну и, в принципе, скин нашего Джотаро готов, еще немного можно будет его доработать, если у вас есть какие-нибудь прикольные плюшки. Как вы знаете, например, у Джотаро был свой станд, который назывался Star Platinum, а после Star Platinum был еще и, в общем, The World. Типа, можно было восстанавливать время сначала на 5 секунд, потом Джотаро слился на секунду и снова на 5 секунд поднялся и ресетнули вселенную. Но, в принципе, это не так интересно. Ребятки, смотрите, вы заходите в раздел Аксессуары, здесь заходите в раздел Back и можете найти себе что-нибудь отсюда, если вы, конечно, забираете бесплатные вещи. Возможно, вам что-то подойдет. Но, в моем случае, я уже абсолютно все сделала и, в принципе, мой скин готов. Конечно, я могла бы добавить вещь за робуксы, но я этого делать не буду, ибо, ну, в принципе, мы делаем скин без робуксов. Поэтому, думайте сами, добавляйте. У меня есть вот такой прикольный станд, Shuttered Minions или Shuttered Minions и курсы с Shadow. Их можно соединить, надеть и будет топ-скин, но у нас без робуксов, поэтому больше надевать ничего не нужно. Единственное, ребятки, что вы можете реально надеть, это Gastly Aura. Она тоже прикольно смотрится, в принципе, как буквы, которые летают возле Джотара в самые напряженные моменты. Так что, смотрите сами, нужно ли вам это или нет. В принципе, скин уже практически готов полностью. Теперь нужно объяснить, где взять эти вещи. Сначала пробежимся по магазину и заберем нужные вещи. Заходим в Avatar Shop и сейчас расскажу, что нужно сделать и какие фильтры поставить, чтобы найти наши вещи бесплатные. Здесь, ребятки, выбираете все категории, спускаетесь немножечко ниже и здесь в фильтрах нужно поставить бесплатную цену. В принципе, это все, что нам сегодня понадобится. Первым делом вы, конечно же, забираете, что нам понадобится. Так, нам понадобится с вами роблокс бисболл кепка. Это если вам нужна кепочка, а кепка вам обязательно понадобится, либо она у вас уже есть в инвентаре. Теперь, ребята, забираем лицо, которое называется Чил, вот такое вот прикольное, на Чиле, на расслабоне, хочу быть как Джиган. Так, что дальше, ребята? Теперь вы находите где-то здесь вот такого вот персонажа Дэнни, вот как он называется, в такой прикольной тельняшке, прямо как у пчелы. Вы его забираете себе в инвентарь и, как видите, у него есть прикольные вот такие вот вещи. А именно, нам с вами понадобится только его прическа. Вот она, аксессуар, хейр, хейр, причесочка. Теперь, ребятки, нам понадобится с вами забрать штаны и, конечно же, кофту. Находится это на второй странице, ибо все вещи на второй странице. Вы заходите сюда, немножечко выше поднимаетесь и находите непосредственно здесь его костюмчик. Сейчас тоже расскажу, каким образом. Просто листайте роблокс джекет. Нам сегодня понадобится верхушка. Ну и, конечно же, низ это вроде бы зеленые джинсы, грин джинс, поэтому ищите где-то здесь в этом списке зеленые джинсики и забирайте их себе в инвентарь. Потому что они нам сегодня тоже понадобятся, а третью вещь мы с вами создадим сами, короче говоря. И у кого есть Xbox, смотрите, какие тут прикольные вещи бесплатно раздают. Вам просто реально повезло, короче. В общем, забирайте зеленые джинсы. Вот они, Dark Green Jeans. Забирайте эту вещь и сейчас расскажу, что делать нужно дальше. Теперь, ребята, нам с вами понадобится создать свою вещь. Создать себе вещь, на самом деле, довольно проблематично, но я вас сегодня научу это делать. В поиске вы пишите подобным образом. Джоджо, ребята, заходите в аваташоп и находите вещи нашего джотура, которые вам, конечно, приглянутся. В моем случае это, конечно же, верхушка. Можно выбрать несколько вариантов. Я вот выберу, допустим, этот вариант. Либо вот этот вариант. Они оба довольно классные, но мне лично вот второй джотура Куджо Дио Джоджос Бизарр смотрится как-то получше. Поэтому мы выбираем один из двух вариантов. В моем случае я выберу, допустим, вот этот. Мне сегодня понравился. Нажимаем на кнопочку Try On. Точнее, можно этого даже не делать. Нажимаем на кнопочку 3D. И нам нужно будет повернуть вот так вот к себе. Потом это все дело мышкой приблизить колесиком. И до вот такого примерно состояния, ребят. Это нужно будет заскринить или сохранить картинку как, смотря как вам удобно. В моем случае я просто сохраню картинку. В принципе, ну, типа все. Раз, сохранить картинку как и сохраняю себе на рабочий стол. И также, ребятки, вам понадобится следующая вещь, которую мы сегодня с вами забирали. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Вот, кстати, этот скин Джолтера, я его уже сохраняла себе. Ребят, нам сегодня понадобится вещь, которую мы только что с вами забрали. Это Roblox Jacket. Вы заходите непосредственно в эту вещь и ее тоже нужно заскринить. И зачем вы спросите, это делается? Позже расскажу. Понадобится фотошоп или знание Пиксарта. Одно из двух. Ну, думаю, то, что Пиксарт это прям такой более крутой вариант лично для вас. Короче, вы скрините подобным образом, сохранить картинку как, либо скрините и все, ребят. Итак, ребята, что нам теперь понадобится? Заходим в фотошоп или Пиксарт и создаем подобное разрешение. Создать и выбираем здесь, короче говоря, 400 на 400 пикселей или 800 на 800. Я обычно выбираю 400 на 400 пикселей. Ориентация не важна. Разрешение 300 DPI. Нажимаем на кнопочку создать и получаем вот такой вот интересный, короче говоря, квадрат на своем экране, с которым нам сегодня предстоит взаимодействовать. И именно на него нам нужно будет выгрузить наши, короче говоря, скриншоты. Вот этот квадрат прогрузился. Прямо сейчас выгружаем сюда наши скриншоты и начинаем с ними работать. Все нужно делать быстро, чтобы видео не затянулось. Не буду сегодня вообще никак тянуть видео. Итак, ребята, я перебросила изображение. Вот они, оба наши изображения. На самом деле, не важно, как мы заскринили. Во-первых, мы с вами растягиваем первым делом Роблокс Джекет подобным образом на полную рабочую область. А вам нужно это все дело растянуть, если немножечко в перспективе это никак не получается уместить. То есть, как-то оно выглядит немного криво, то нужно сделать просто подобным образом. Ctrl-T. Здесь, ребятки, нажимаем на кнопочку, которая называется деформация или искажение. В любом случае, помню, если я не ошибаюсь, деформация. И просто-напросто растягиваем эту одежду полностью по краям. Короче, подобным образом вы создаете что-то подобное, чтобы полностью закрыть все недочеты. Ну и, в принципе, ровняйте это посередине, чтобы не совсем сильно съехала наша, короче говоря, ну что это такое? Наша собачка. Все, ребятки, нажимаем на кнопку Enter и получаем что-то подобное. В принципе, ровная текстура нашей вещи. Но что нам теперь нужно делать? Берем нашу вторую вещь и точно так же Ctrl-T растягиваем ее поверх нашей старой вещи, на которую мы сегодня ее будем наклеивать. Итак, ребятки, растягиваем, делаем что-то поровнее. Ну, по крайней мере, стараемся сделать это поровнее. Ибо руки у нас, я понимаю, растут у многих не из того места, но я надеюсь, что в этот раз у вас все получится. Короче, ребятки, ровняйте подобным образом, нажимайте на кнопочку Enter и также растягивайте искажением, если где-то видите какие-то косяки или деформации. Одну из двух тоже выбирайте. В моем случае я выбираю деформацию, немножечко все это дело растягиваю, вот таким вот образом. Нажимаем на кнопочку Enter и вот наш костюмчик готов. Что теперь нужно сделать? Теперь, ребята, берете любой инструмент выделения и просто-напросто начинаете аккуратно выделять всю эту вещь. То есть, берете с самого верху и начинаете подобным образом выделять всю эту вещь. Главное, можете, конечно, и цеплять края, и цеплять линии. Это все, ребятки, не важно. Это все исправимо и потом можно будет подправить все через решение наложения. Здесь, ребятки, карманы тоже желательно выделять ровненько, чтобы вы их потом могли перенести на вашу новую одежду. И ваша вещь практически не потеряла внешнего вида по сравнению с оригинальной вещью за робуксы. Короче, ребята, все это дело вот так вот аккуратно выделяете. Нужно поменьше и, точнее, даже побыстрее все дело делать. Потому что у меня еще в планах снять вам один видеоролик скина для девочек. Он будет не по аниме, но если хотите почаще скины аниме бесплатные, то пишите в комментариях. И платные скины по аниме-косплеям тоже могу делать, если вы, конечно, это хотите. Пишу спонсорам и сразу снимаем. Так, ребята, все практически немножечко заговорилось. Но ничего страшного, все равно мы с вами сейчас выделяем эту всю штуку. Вы спросите, удобно ли мне работать с какой-то непонятной правой штукенцей непосредственно в углу экрана. Да, ребятки, очень удобно на самом деле. Нет. Все, все дело вот так вот выделяем. Теперь соединяем в нашей нулевой точке и нажимаем на кнопку скопировать на новый слой. Этот, ребятки, старый слой убираем и вот что у нас получается. Но смотрится как-то кривовато. Чтобы это исправить, вы просто меняете режим наложения. Можете выбрать один из многих режимов наложения. Выбирайте наш цвет. Теперь, ребята, затемнение и начинайте листать вниз. Если вдруг какие-то детали изнизу проглядывают, то сейчас покажу как это исправить. Тоже все делается очень-очень просто. Сейчас научу. Короче, смотрите. Выбирайте здесь режим наложения. В любом случае это, наверное, ну пускай будет вот этот вот экран, либо линейный затемнитель или осветлитель. Так, ребят, ну не знаю, даже если честно, выбирайте любой. В любом случае это, наверное, будет все-таки экран. И теперь это все надо замазать, ребятки. Берете нашу ручку магическую, просто нажимаете и начинайте все это дело зарисовывать таким же точно цветом, как вы взяли. Все, ребят, вот просто замазывайте и больше париться абсолютно не нужно. Вот тут вот немножечко делайте, вот тут вот немножечко делайте. Если видно, то что вы прям совсем сильно накосячили, берете вот такой вот инструмент, заплатка и немного это все дело выравниваете. Ну вот просто берете и выравниваете как-то, чтобы оно смотрелось более-менее презентабельно. В моем случае это что-то подобное получилось. Конечно, у меня руки тоже, как видите, не из того места растут и я накосячила. Но что теперь надо поделать, что-то, похоже, придется ходить теперь вот подобным образом. Блин, как теперь поменять? Для этого есть, ребятки, волшебный инструмент штамп. Выделяем подобную область и вот так вот просто закрашиваем. Ну, теперь можно опять же выделить это все вот так вот и немножечко замазать. Все, теперь вот смотрится нормально. И, конечно, включаем, ребятки, вот как выглядит теперь наша вещь немножечко светловато. Можно просто скопировать этот слой еще раз и он будет смотреться светлее. В общем, смотрите, что-то примерно подобное получается. Ну и все, ребятки, теперь эту вещь нужно просто-напросто сохранить и надеть непосредственно в Роблоксе. Ее еще нужно будет выгрузить. Нажимаем на кнопку файл, сохранить как и сохраняем в формате PNG. Все, ребята, сейчас покажу, как ее выложить. Для того, ребятки, чтобы выложить вещь, нам не понадобится, как я вам уже и обещала в самом начале, премиум, либо группа. Вы просто нажимаете на кнопку Create на этот самый раздел создания. Теперь заходите в раздел Мои создания, Майкреэйшнс, листайте немного ниже и выбирайте Тишит, ребятки. Это бесплатные футболки, которые может создать каждый. Здесь, как видите, я создавала огромное количество футболок. Также их можно выложить в общий доступ, если хотите их продавать или, например, оставлять на них ссылки. Вроде бы это можно сделать. Давайте я прямо сейчас для вас открою, если это, конечно, возможно. Item for sale. Нет, ребятки, бесплатно здесь, к сожалению, поставить нельзя. Сумма должна быть обязательно выше двух робоксов. Так что я на продажу выставлять ничего не буду, просто покажу, как создать такую же вещь. Нажимаем на кнопку выбрать файл. Выбираем файл нашего джоктора, который мы только что с вами заготовили. Либо какой-либо другой, который вы создали сейчас прямо вместе со мной. Вот он, ребятки. Теперь нажимаем на кнопку упло, отзагрузить. И это дело загружается, Тишит Саксэсфуле как раз таки сохранено. Ну и всё, в принципе, это, ребят, всё, что нам нужно было знать. Теперь эта футболка появится у вас в инвентаре. Сейчас покажу, чтобы вы мне точно верили. Вот, ребята, эта вещь Джуджу 2, она ещё не прогрузилась. Надеть мы её тоже с вами не можем. Мы, конечно, можем постараться и, возможно, она у нас прогрузится. Всё зависит от нашего интернета и от серверов Роблокса. В принципе, как видите, у меня пока эта вещь не прогрузилась. Мне нужно немного подождать, попробовать повыключать и повключать, чтобы, конечно, получить наш результат и посмотреть на нашу вещь, которую мы только что создали. Вот оно, ребятки, всё прогрузилось. Смотрится просто отпадно, точно так же, как и моя прошлая. Идеальные работы мне лично нравятся. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Вот такие прикольные мы сегодня с вами создали парикиды Джуджу. Конечно, это, можно сказать, малобюджетный вариант. Можно было постараться и получше, но думаю, что это довольно неплохой скин. Для бесплатного. Всё, ребятки, всем удачи, всем пока. Встретимся в следующем видеоролике. Гудбай.